Продолжение истории с сексуальным скандалом в Blizzard, закрытие последнего офиса компании в Европе, а также выход второго этапа для Burning Crusade Classic. Об этом и многом другом мы поговорим буквально через минуту. Однако вначале мне бы хотелось отметить, что в роли спонсора сегодняшнего видео выступает коллектив с англоязычного сервера Ashbringer. Гильдия Friends, это группа игроков, которая поселилась на европейских игровых мирах еще в начале World of Warcraft Classic. Они довольно результативно закрыли весь доступный контент и перекочевали вместе со всем остальным миром в Burning Crusade. На текущий момент они благополучно закрыли все рейды первой фазы и начали подготовку к выходу ока из змеиного святилища. В связи с этим у них появились места для укомплектования. В основной состав разыскиваются холи-паладины, совы и рестор-друиды, арканы фаермаги, хантеры с варлоками. Рады будут и другим классом, однако перечисленные ранее в приоритете. Если вы относитесь к той категории пользователей, которых не смущает полная подготовка по химии и посещение каждого рейдового дня, вы можете перейти по ссылке в описании на их дискорд-канал. Поверьте, вам будут рады. В начале прошлой недели разгорелся гигантский скандал, связанный с внутренней политикой Blizzard. Если говорить коротко, основной причиной стали насильственные действия в отношении женщин, работающих в компании. Под насильственными действиями понимаются не только прямые угрозы, но и доведение до самоубийства, а также различные развратные акции. Полный список происходящего в Метелице вы можете посмотреть в моем прошлом новостном выпуске. Так или иначе, за прошедшие 7 дней произошло много всего интересного. Началась неделя с того, что верхушка Activision Blizzard начала все отрицать, а вскоре объявила, что предъявит обществу опровержение найденной информации. Пока данные кропотливо собирались, разработка World of Warcraft полностью остановилась. Виной происходящего выступила команда разработчиков, которая отказалась продолжать работу над главным проектом компании. По словам старшего дизайнера Джеффа Гамильтона, в команде просто никто не знает, что делать дальше, ведь от руководства указаний не поступает, а сами сотрудники не горят желанием создавать новый контент в таких условиях. На фоне происходящего начались проблемы и в медиапространстве, ведь целый список блогеров и контентмейкеров по World of Warcraft отказались от дальнейшей игры в данный проект. К ушедшим можно отнести таких именитых персон, как Типсаут, Эсфант и Свифти. Также перестать освещать события в игре решил ряд популярных новостных порталов. Более того, часть медийных персон выступили с призывами не продлевать подписку в Warcraft, дабы руководство компании задумалось о всей серьезности происходящего. Неизвестно, повлияли ли эти решения на происходящее, или же нас ожидало простое совпадение. Но вскоре после первых отказов от сотрудничества с Blizzard, ряд работниц компании написали открытое письмо, в которых призвали игроков не поддаваться на чудовищные призывы отменять подписку, а также не верить в информацию, предоставленную СМИ, потому что все сказанное в них искажено, и на самом деле в Blizzard ничего подобного никогда не было. Было или не было, мы узнаем немного позже. Сейчас же важно понять, что инвесторов Activision Blizzard это мало волнует. В связи с этим сразу несколько международных юридических фирм объявили о начале своих собственных расследований касательно претензий к Метелице. Причем их задачей стало не только выяснение правдивости информации, которую смог собрать штат Калифорния, но еще и проверить оправданность претензий инвесторов компании. Вам, наверное, интересно, а про какие претензии вообще идет речь? Все дело в том, что все компании, которые публично торгуют на рынке, должны регулярно отчитываться о том, что происходит в их бизнесе. В том числе они должны указывать на негативные или положительные факторы, которые могут сказаться на акционерной стоимости. Обычно об этом рассказывают на квартальных отчетах, однако про возможный иск от штата Калифорнии на них не говорили. В связи с этим ряд инвесторов подали иски о нарушении доверительных обязательств, что в свою очередь приводит к иску про неполное и неточное раскрытие бизнес-информации. Таким образом, Activision Blizzard весьма вероятно нарушили закон от 1934 года о фондовых биржах. Другими словами, не раскрывая информацию про двухгодичные расследования в отношении компании, Blizzard потенциально вводила в заплуждение инвесторов, заставляя их считать, что акции более стабильны, чем есть на самом деле. Шутки шутками, но ситуация довольно серьезная, потому что в ходе иска компания может понести многомиллионные убытки, а также получить несколько штрафов от государства. По всей видимости, осознав происходящее, руководство Activision Blizzard наконец начало действовать в нужном ключе. Публичное обращение к сотрудникам написал Бобби Котик. Причем, хотя содержание и направлено на работников компании, но довольно четко выделяется подтекст, который направлен на целевых потребителей продуктов Blizzard, а также их инвесторов. Само сообщение довольно объемное, тем не менее, большую часть информации можно свести к простой формуле. Activision Blizzard и его руководство официально признает свою вину в происходящем и обязуется провести официальное разбирательство по каждому заявленному инциденту, для чего была нанята крупная юридическая фирма. Сотрудников перестанут принижать за высказывание своего мнения, а все виновные в актах насилия будут наказаны и уволены с занимаемых должностей. Вслед за этим в World of Warcraft начались массовые удаления контента. Первым под нож отправили все упоминания Алекса Афросиаби. Ему в 2013 году вменяли в вину доведение до самоубийства одной из сотрудниц компаний Blizzard, а также многочисленные домогательства и шантаж сексуальным подтекстом. Из игры уже успели удалить фельдмаршала, которому ранее нужно было сдавать голову Аниксии и Нефариана. Табак, фраза Сиаби и Стратхольма, а также еще небольшой перечень предметов и персонажей, вроде лорда Афростраза из Драконьего покоя в Нордсколе. Удивляет происходящим не обвинение в адрес компании, а наглые попытки скрыть происходящее. Долгие два года Blizzard скрывали информацию про ведущиеся расследования и нанимали бывших сотрудников ЦРУ, а также ФБР на ведущие должности директоров, дабы те мешали созданию итогового отчета. Они увольняли или доводили до увольнения сотрудников, которые не могли держать язык за зубами. При этом даже после получения официального иска в Верховном суде они продолжали отрицать любую причастность к происходящему. И только в конце второй недели руководство компании пошло на попятную. Примечательно, что директора Blizzard заявляли о бетонных доказательствах невиновности компании и клятвенно заверяли, что в самое ближайшее время они будут опубликованы. Вместо их публикации мы услышали полное и безоговорочное признание своей вины. Все это начинает выглядеть еще более дико, если проецировать происходящее на обычных игроков. Если высокопоставленные руководители компании позволяют себе нагло лгать перед законом, то что они могут себе позволить в ходе маркетинговых кампаний очередного продукта? Подумайте об этом на досуге. Из-за волны скандалов незамеченным осталась одна из самых важных новостей недели. Дело в том, что 30 июля из компании ушел последний специалист по работе с сообществом World of Warcraft и других игр в Европе. Он последний забрал вещи из офиса компании в Версале, который долгое время обслуживал компанию и взаимодействовал с сообществом Европы. Остальные работники Blizzard были уволены еще несколько недель назад. Исключением стала небольшая горстка сотрудников, которые отвечают за маркетинг и финансовые вопросы. На текущий момент они переведены в лондонский офис, где им предстоит сдать дела и покинуть компанию в течение месяца. Интересно, что последний комьюнити менеджер Европы последние полторы недели работал в офисе компании практически в гордом одиночестве. Компанию ему составляло двое охранников, а также клининговый персонал, нанятый по подряду. Большая часть дел Activision Blizzard в Европе теперь передана сторонним компаниям. В частности, они будут заниматься поддержкой, финансами и маркетингом. Единственный офис метелицы в Европе сохранился в Лондоне. В остальных странах они были упразднены. В первую очередь, происходящее очень сильно скажется на англоязычных контентмейкеров из Европы, потому что теперь они потеряют возможность взаимодействовать с компанией Blizzard напрямую. Русскоязычных представителей медиапространства это не затронет, ведь последние 6 лет их существование полностью игнорировалось компанией. Впрочем, произошедшее закрытие затронет и обычных игроков. В частности, русскоязычный сегмент, ведь вместе с закрытием офиса в Версале, компания сократила огромное количество русскоговорящих сотрудников технической поддержки. Напомню, что еще 2 месяца назад игроки начали обращать внимание на то, что на запросы сотрудники Blizzard начали отвечать с помощью переводчика. Некоторые инсайдеры уже начали предполагать, что наш языковой регион лишится прямой поддержки до конца второго квартала следующего года. Тем не менее, будем надеяться, что оптимизация не затронет оставшихся русскоговорящих сотрудников. Руководство Blizzard объявило о том, что начнет непримиримую борьбу с токсичностью не только в компании, но и в своих продуктах. Первые шаги уже были сделаны. Так, на тестовом сервере Burning Crusade Classic новое обновление удалило возможность плеваться в других игроков и неодушевленных персонажей. С сегодняшнего дня вы можете плюнуть только себе под ноги. Данная эмоция просто не будет срабатывать при наличии цели у вашего виртуального героя. Неизвестно, распространится ли это на обе версии игры или затронет только классический контент в качестве тестирования. Однако, причины для подобного нововведения довольно ясны. Разработчики и раньше высказывались насчет отключения данной команды, к чему их подталкивали неоднозначные поступки игроков и медийных персон. К примеру, Азман Голд в знак протеста против введения делюкс издания игры призывал игроков массово плеваться в пользователей, использующих транспорт за это издание. Вместе с волной негатива, которая накрыла Blizzard, компания умудряется не терять лицо и оставаться стабильной. Еще на BlizzCon Online разработчики заявили, что в Burning Crusade Classic нас будет ожидать автоматическая система подбора игроков в группу. Нечто среднее между современным LFG и древним Looking for Group. Предполагалось, что эта система появится уже на запуске дополнения, однако разработчики ее не ввели. Все вопросы насчет ее создания и дальнейшей судьбы оставались без ответа, однако выход обновления 2.5.2, который принесет вместе с собой контент второй фазы, приоткрыл завесу тайны. К всеобщему удивлению, система наконец была добавлена, о чем благополучно отчитались разработчики в официальном сообщении для сообщества. Вот только есть одна проблема. Они не добавили автоматическую систему. Вместо этого они выкатывают систему старого LFG, которая присутствовала еще в далеком Burning Crusade 2007 года. Юмор заключается в том, что в оригинальной игре эта функция присутствовала с запуска дополнения. В нашей же ситуации или разработчики отказались от первоначальной идеи, или они изначально не планировали ничего вводить. Также некоторые представители сообщества предполагают, что работы велись как раз над этой системой, просто информация была изначально подана неверно. Радует, что Blizzard как и всегда продолжают обещать и ничего не делать, хотя бы что-то остается без изменений. С другой стороны, все не так плохо, ведь кроме системы LFG на тестовых игровых мирах появился весь контент второй фазы, который принесет в игру ежедневные задания, два новых рейда, а также второй сезон арены и банки гильдий. Дата выхода пока не объявлена, но скорее всего это произойдет в начале сентября, как и предполагалось ранее. Исходя из темпа выхода контента, а также длительности арены сезонов, некоторые аналитики уже предположили, что Burning Crusade Classic продлится от 12 до 15 месяцев, что почти на год меньше, чем оригинальное дополнение. Значит ли это, что Гнев Короля Леща ожидает нас уже летом 2022, или указывает на сворачивание классических миров? Вопрос пока что открытый. Не менее интересную информацию для публики предоставил портал Катаку, который раскопал информацию про довольно громкий и известный инцидент. Дело в том, что номер Алекса Афросяби на Брискон 2013 получил название от сотрудников номер Косби. Косби это известный американский насильник, от действий которого пострадало больше 50 женщин. Примечательна эта история тем, что одновременно с творящимся ужасом, благодаря своей медийной популярности, он получил прозвище Американский Папа. Катаку, раскопав информацию про этот номер, рассказала, что именно в нем происходило. По словам свидетелей, в нем собирались высокопоставленные сотрудники Blizzard, которые выпивали в нем различный алкоголь, а также занимались плотскими утехами с девушками легкого поведения. Главный акцент в расследовании был смещен на то, что девушки, которых приглашали в этот номер, являлись сотрудницами, над которыми в дальнейшем надругались. При этом многие из них не знали, зачем их приглашают. Главной же причиной для возмущения сообщества стала фотография всей верхушки разработчиков на фоне портрета Билла Косби. Хотелось бы мне сказать, что это омерзительный поступок, не имеющий оправдания, потому что делать фото с портретом этого человека равносильно фотосессии с портретом Чикатило. Однако, все дело в том, что Катаку в своей статье спекулирует фактами и занимается умелой подменой понятий. Важным нюансом в их расследовании являются даты, на которых целенаправленно не акцентируется внимание. Номер, в котором проходит мальчишник руководства Blizzard после успешного BlizzCon, запечатлен в 2013 году. Скандал же с Косби вышел на поверхность в 2014, когда ему были предъявлены первые обвинения. Активное же развитие в СМИ он получил после массовых заявлений в 2015. Таким образом, на момент создания фото сотрудники Blizzard просто не могли знать про аморальность своего поступка, потому что вина человека на фото не была известна широкой общественности, и при этом он был невероятно популярен в американском обществе. Возникают вопросы и с девушками, которые якобы работали в компании и подвергались насилию. В распоряжении к атаку оказалось довольно много снимков, где видно их лица. По словам людей знающих, ни одна из них никогда не имела никакого отношения к компании. Это в свою очередь указывает на верность первой теории, которая гласит, что они являются девушками легкого поведения. В таких условиях не могу не отметить, что попытки выставить мальчишник обеспеченных и успешных холостых мужчин в дурном свете это крайне отвратительное действие со стороны столь авторитетного издания. С другой стороны, нет худа без добра. В то время пока вокруг Activision Blizzard сгущаются тучи и к ним возникает все больше вопросов как у проверочных органов, так и у обычных пользователей, они продолжают выпускать новые обновления для своего магазина Gear Store Blizzard. В этот раз он пополнился новой коллекцией в честь San Diego Comic Con 2021, который проводился в онлайне с 23 по 25 июля. Правда, надо заметить, что товары не впечатляют, и некоторые из них уже появлялись ранее в продаже, или же про них шла речь в моих предыдущих видео. Так, у пользователей появилась возможность приобрести настольную игру Пандемия в стилистике Гнева Короля Леча, а также плюшевого пипе в тематике Кири, виниловую фигурку Дивы в облике Нана Кола и значок Бригитты с кошкой Митцы. Как вы, возможно, вспомните, совсем недавно Activision Blizzard проводили благотворительный сбор в фонд помощи программе «Врачи без границ». В планах представителей компании было собрать 1 миллион долларов, с чем они успешно справились. Да, сбор средств завершен, и вы больше не можете поддержать доблестных работников медицины. Однако, у вас есть возможность забрать двух питомцев – Бананчика и Дейзи. Ранняя часть доходов с их приобретения отчислялась в указанный фонд. После же сбора они стали абсолютно бесплатными. Для их получения вам даже не нужно заходить в World of Warcraft. Достаточно просто нажать на кнопку «Получить» на странице официального магазина в Battle.net. Официально акция завершится 3 августа, так что рекомендую поспешить, ведь после этого получить этих питомцев больше не получится. По задумке разработчиков, они будут окончательно удалены из продажи. Хоть эта неделя и была действительно очень мрачной, но нашлось в ней место и очень позитивным событиям. Дело в том, что на одном из европейских серверов местные чернокнижники решили уничтожить Аргримар. Для этого им пришлось отправиться в Черную Гору и заглянуть в подземелье под названием «Нижняя часть пика Черной Горы». В ней они в течение нескольких часов искали редкого демона по имени Пылающий Страж Скверны. Его особенность заключается в том, что он может довольно часто призывать гонщик Скверны. После того, как чернокнижники взяли под контроль несколько таких редких соперников, они телепортировались в Аргримар. Прибыв в столицу своей фракции, они начали массово призывать гонщик, которые в свою очередь начали атаковать всех окружающих их игроков. В результате вся столица Орды была зачищена в течение нескольких минут, а пользователи не могли воскреснуть на главной площади больше нескольких часов. Разрешить ситуацию смогли две местные ПВЕ гильдии, которые собрали три рейда, один из которых полностью состоял из магов. Вместе им удалось зачистить всех призванных гонщих, а также расправиться со Стражами Скверны. На этой позитивной ноте я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента. Заранее спасибо и до очень скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова